МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Боровичах открылся новый духовно-просветительский центр. Он расположился в здании древнего святодухового монастыря. Кадровые изменения в региональном управлении Следственного комитета. Новые руководители приступили к работе. Итоги года и планы на будущее. Лучшие сотрудники Новгородского музея-заповедника получили награды на традиционном предновогоднем собрании. В Великом Новгороде сегодня прошли памятные мероприятия, посвященные 37-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. На торжественном митинге собрались десятки горожан, бывшие участники боевых действий, родные военнослужащих, школьники и студенты. 37 лет исполнилось с того момента, как советские войска вошли в Республику Афганистан. Война, которая длилась 9 лет и 51 день, до сих пор вызывает множество вопросов и споров у историков. Однако тот факт, что необходимо помнить и чтить наших воинов, исполнявших свой долг, не оспаривает никто. Очень хорошо, что мы сегодня здесь все вместе. Те события, которые мы отмечаем своим приходом сюда, к этому памятному месту, это очень важные события в истории нашей Родины. Особенно мы сегодня в эти тревожные дни, как и во всем мире, так и в связи с теми событиями, которые происходят на территории нашего государства или связаны с нашей Родиной. В результате боевых действий в Афганистане погибли 15 тысяч солдат и офицеров. 54 тысячи бойцов получили ранения. Не вернулись с поля боя 39 военнослужащих, чьи жизни были связаны с нашей Новгородской областью. Еще один новгородец до сих пор считается пропавшим без вести. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу «Афганистан болит в моей душе цветы и венки». Кроме того, в рамках мероприятия были вручены награды участникам военных действий на Северном Кавказе. Кадровые изменения в региональном управлении Следственного комитета. К работе приступили новые исполняющие обязанности руководителя, а также руководителя отдела по расследованию особо важных дел. Журналисты познакомились с ними на брифинге. Станислав Белянский исполняет обязанности руководителя регионального управления Следственного комитета с 23 декабря. Новгородскую область был переведен из Ханты-Мансийского автономного округа, где занимал должность руководителя организационно-контрольного отдела Следственного управления. Сейчас полковник юстиции Белянский входит в курс дела и уже познакомился с коллективом. Безусловно, с коллективом мы познакомились. В общих чертах сейчас знакомимся поближе, потому что для того, чтобы узнать человека и сотрудника, чтобы сложить какое-то мнение о нем, с ним необходимо поработать в какой-то период времени. Поэтому выводов каких-то скоропалительных мы стараемся не делать. Входим в работу. В целом коллектив работоспособный, вполне грамотный, люди опытные. Также на пресс-конференции был представлен новый руководитель отдела по расследованию особо важных дел Максим Лукичев. Ранее он работал на аналогичной должности в Мурманской области. Борьба с коррупцией – первостепенный приоритет. Второе – это защита правных совершеннолетних в случае совершения в отношении преступлений. И, соответственно, резонансные уголовные дела, которые будут расследоваться отделом по расследованию важных дел. Добавим, что прежняя исполняющая обязанности руководителя регионального управления следкома Екатерина Гилина переведена на работу в Санкт-Петербург. В Боровичах открылся новый духовно-просветительский центр Боровической епархии. В нем люди смогут не только получать духовные знания, но и заняться творческой деятельностью. Расположился центр на территории древнего Святодухова монастыря. Святодухов монастырь считается одним из древнейших в стране, основан во время правления Ивана Калиты. Его история насчитывает сотни страниц. В смутное время святыню разграбили шведы и поляки, а в 17 веке здесь находились мощи Александра Невского. В этот же день в летописи останется еще одно важное событие – открытие центра культурного развития. Это украшение, но в то же самое время это духовный центр, духовный источник, куда приходят люди. И с радостями, с печалями, с тем, чтобы в этом древнем монастыре помолиться и спросить благословение Божие в разрешении каких-то проблем и в дальнейшей жизни. Относительно молодая Боровическая епархия стала одним из участников федеральной программы, направленной на создание духовно-просветительских центров. На выделенные средства, а это 20 миллионов рублей, за два года было возведено новое двухэтажное здание, которое сегодня полностью готово к работе. Это первый подобный объект в нашем регионе. Губернатор Сергей Митин отметил, что открытие центра – историческое событие для всей области. Благодаря труду боровичан, жителей нашего города, создано вот такое прекрасное здание. И я уверен, что это здание явится очень мощным вкладом в дальнейшую духовно-просветительскую работу по воспитанию наших граждан. Сегодня это как никогда необходимо для нашей страны, потому что православие является той самой опорой и нашего русского народа, и нашего государства, и всей государственности, которая сегодня на нашей территории. вот уже тысячелетие работает. Поздравила священнослужителей и боровичан со знаменательным событием и председатель регионального парламента Елена Писарева. Я уверена, что двери вот этого центра, они будут всегда открыты. И они, конечно, будут открыты, будут постоянно и молодежи, и, конечно же, детям. Потому что те клубы, те кружки, которые будут здесь работать, они, конечно, принесут огромное значение для вообще развития наших примитивших. В духовно-просветительском центре будут располагаться общество православных врачей, уполномоченные по правам семьи, защиты материнства и детства, информационно-издательский отдел и паломнический центр. Из Боровичей Юлия Бабич, Андрей Константинов. Новости Новгородское областное телевидение. Напоминаем, что сегодня в 9 часов вечера на нашем телеканале вы сможете увидеть большое интервью губернатора Сергея Митина новгородским журналистам. Главные итоги года задачи на будущее – перспективы развития Новгородской области, строительство социально значимых объектов и привлечение инвестиций. Об этом и многом другом в откровенном и обстоятельном разговоре с руководителем нашего региона. Сегодня ровно в 21.00 на новгородском областном телевидении, а кроме того, в 22.20 на телеканале «Россия-24». Сотрудники Новгородского музея-заповедника получили сегодня заслуженные награды на праздничном предновогоднем собрании коллектива. Уходящий год для Новгородского музея-заповедника оказался, как всегда, насыщенным на события и успехи. В 2016-м он вошел в десятку лучших в стране, а его отделения и филиалы посетили около миллиона человек из разных уголков мира. Кроме того, растет и заработная плата сотрудников, которые, в свою очередь, радуют своими достижениями. Так главный бухгалтер музея Надежда Бульва стала победителем в общероссийском профессиональном конкурсе. В этом году музей разрабатывал новые экскурсионные и образовательные программы. И здесь, безусловно, особое внимание самым маленьким гостям. Сегодня школьный урок стал уже традицией в музее-заповеднике, во всех наших отделениях и филиалах. Это очень важно, на самом деле. Это наша база, и это наши задачи на следующий год увеличивать или как бы углублять вот этот процесс обучения. 2016-е знаменовался масштабными проектами. Артефакты новгородской земли увидели и в Казани, и в Царицыно. А сами новгородцы раскрыли для себя неизвестные грани личности Аракчеева на выставке «Грузино-Маленький Петербург», а также погрузились в историю русского рубля, которому в этом году исполнилось 700 лет. Грядущий 2017-й открывает перед музеем интересные перспективы. Уже фактически готов проект восстановления церкви Николы на острове Липни. В сентябре храм посетили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Мы с губернатором туда приглашали и министра нашего культуры Владимира Ростиславовича Мединского. Он был очень удивлен, что фактически такая прелесть, она находится, ну скажем так, в состоянии, когда туристическая доступность затруднена. Те деньги, которые мы получили через Международный банк реконструкции и развития по линии музея, это уже более миллиарда рублей, как раз вот эту туристическую доступность и повышают. За всеми этими успехами стоит огромная и слаженная работа сотрудников музея-заповедника. Сегодня для них областные и городские награды, благодарственные письма от общественных организаций, поздравления и теплые слова. Новый год, он сулит всегда, вы знаете, разные веяния. Будут, наверное, и замечательные, удивительные, хорошие события. У кого-то, конечно же, случатся, может быть, такие неприятные вещи, но пусть они уходят быстрее, потому что наша жизнь, она в любом случае полосатая, мы с вами знаем. Так пусть будет больше белых полос, будет больше радости. И каждому из вас я желаю огромного-огромного счастья. Новый год, новые планы, а их у музея предостаточно. Традиционно на его площадке пройдет ряд крупных конференций. Одна из них будет организована при содействии Эрмитажа и Российского исторического общества и посвящена нумизматике. Также завершится реконструкция Рюрикова городища и начнется в Витославлицах. В Старой Руси откроется музей братьев Карамазовых, а в Великом Новгороде заработает музейно-сувенирный цех. Юлия Трыгина, Сергей Корнев. Новости. Новгородское областное телевидение. В правительстве региона сегодня состоялось заседание Координационного совета по образованию в сфере агропромышленного комплекса. Речь шла о развитии системы подготовки молодых специалистов. Согласно данным, представленным в докладе заместителя руководителя профильного департамента, потребность в специалистах АПК на 2017 год составляет 117 человек. Острая нужда в ветеринарных врачах, зоотехниках, технологах по переработке сельхозпродукции, агрономах. В сельскохозяйственном производстве сегодня работает у нас 112 руководителей, 611 специалистов. Обеспеченность 94,9%. Это неплохой показатель, выше чем по северо-западу Российской Федерации. Но, несмотря на это, я должна вам отметить, что за 5 лет численность руководителей специалистов в сельскохозяйственном производстве сократилась на 20%. Наибольшая нехватка специалистов в Крестецком, Боровическом, Старорусском, Валдайском и Новогородском районах. Среди мер по кадровой поддержке АПК особое внимание уделяется образованию в профильных учебных заведениях. При этом, как отметила директор Института сельского хозяйства Анна Козина, в последнее время сократилось число абитуриентов из муниципальных районов. Недостаточно интенсивно ведется набор на целевое обучение. Вице-губернатор Александр Бойцов подчеркнул, что развитие сельхозотрасли тесно связано с подготовкой молодых кадров. И этому вопрос муниципальные главы должны уделять большое внимание. Вот надо что активизировать, понимаете. Надо учить детей для того, чтобы Советский район один из немногих районов Новгородской области, где вкладываются инвестиции. И Новгородский Бекон пришел, и Бристоль пришел. Значит, и хозяйство занимается, земля обрабатывается. А как только агроном понадобился, из Псковской области приглашали агронома на работу. На Совете принято решение совместно с НовГУ и образовательными учреждениями разработать план совместных действий, в том числе настроить механизмы взаимодействия работодателей и учебных организаций. Минувшие выходные в Великом Новгороде дан старт новогодним торжествам. Праздничная театрализованная программа была организована у главной городской елки. Несмотря на мокрый снег, лужи, ветер, одним словом, совсем не предновогоднюю погоду, в субботний вечер на главной городской площади собралось несколько сотен взрослых и детей. С наступающими праздниками новгородцев поздравили представители областной и городской власти. Непростой високосный год проходит. Были трудности, были проблемы, но, конечно же, были и радости. Я хочу, чтобы каждый из нас в году прошедшем оставил все плохое, а в новый 17-й год вошел с верой, с надеждой и с любовью. Начался праздник с веселой музыкальной постановки «Бременские музыканты. Новогоднее приключение». На сцене развернулся настоящий детектив. Некто украл символ наступающего года. На его поиске вызвался гениальный сыщик. Правда, выдвинул он уж очень подозрительную версию. Сказал, что пропажа петуха одела рук самого Деда Мороза. Ведь столько лет, столько лет прикинулся добреньким, а потом взял и петуха украл. А я ведь тоже когда-то верил в Дедушку Мороза и письмо ему написал, а он ни ответа, ни привета. Поверить в такое, конечно же, никто не мог. Герои немедленно позвали Снегурочку и Деда Мороза. Оказалось, что обвинения действительно были ложными. Сыщик обиделся на то, что в детстве его письмо оказалось без внимания. Решил отомстить дедушке, поэтому украл петуха и погасил елку. Но вскоре должен был признаться в этом. Ведь выяснилось, что он сам перепутал адрес, поэтому письмо не дошло до нужного адресата. Справедливость восторжествовала. Зажигал огни на лесной красавице символ 2017 года. Летающий на квадрокоптере. Раз, два, три! Голочка! Голи! В этот момент ярким светом и огнями озарилась не только 22-метровая городская елка. В рамках благотворительной акции «Город добрых сердец», которая проходила во время праздника, новгородцы зажгли на площади бенгальские свечи. Кроме того, по-новому заиграла телебашня Новгородского областного радиотелевизионного передающего центра. За счет преобладания зеленого цвета теперь она тоже немного напоминает лесную красавицу. Кристина Масальцева, Сергей Корнев. Новости. Новгородское областное телевидение. К этому часу все. Интересная информация вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-3003. Впереди реклама и прогноз погоды о развитии событий в наших вечерних выпусках. До встречи. Новгородское областное телевидение.